От подъезда до автомобиля всего ничего. Константин Першаков, инвалид-колясочник, паркуется под спецзнаком. Но стоит уехать, как это уютное местечко занимают вполне себе здоровые люди. Да, жильцами-то проблем не возникает. В основном ставят, кто приезжает в гости, так вот паркуются. Хожу по квартирам еще, прошу, чтобы убрали. Раньше искать нежданных гостей помогали сотрудники ГИБДД. Но в последнее время, говорит Константин, госавтоинспекторы стали отказывать. А все потому, что знак инвалид здесь установлен не с закона. Четыре года назад его разместили общественники, но официальную установку не согласовали. Знак установили, а получается в ГИБДД не зарегистрировали его. Должна этим управляющая компания заниматься, но уже на протяжении трех месяцев никаких сдвигов нет. Только обещаниями кормят. Без вмешательства обслуживающей организации здесь не обойтись. Нужно, чтобы коммунальщики провели общее собрание жильцов, где бы две трети собственников проголосовали за оборудование парковки для инвалида. Мы решаем вопрос о том, что там должно быть выделено место для транспортных средств инвалидов. Обращаемся, соответственно, в органы Государственной инспекции безопасности дорожного движения. Этот вопрос ими рассматривается, прорабатывается, выделяется место, устанавливается знак согласно ГОСТу. Наносится разметка. И только после этого мы уже говорим о том, что да, здесь парковочное место для транспортных средств, которые перевозят инвалид. И только после того, как определена зона действия знака, это место официально считается предназначенным для людей с ограниченными возможностями здоровья. Пользоваться данной стояночной площадкой разрешено инвалидам первой и второй группы, а также лицам, перевозящих данных инвалидов, только с условием установки опознавательного знака «инвалид» на автомобиль. Если его, соответственно, на автомобиле не имеется, водителю грозит штраф в размере 5000 рублей. Не ради штрафов, а ради удобства. Константин Бершаков ждет, когда его вопрос решится. Но ответа от коммунальщиков все нет. В ТСЖ комментировать ситуацию не стали. В таких случаях выход заявления прокуратуры. Прецеденты в Ноябрьске уже есть в прошлом году в надзорный орган. С такой же проблемой обратились две семьи, которые живут в одном подъезде и воспитывают детей-инвалидов. По представлению меры не были приняты. В связи с чем прокурором было принято решение об обращении в суд. Через суд вопрос разрешился. Знак установлен, нанесена разметка. Главное, в отсутствии тех, кому эти места положены по закону, никто другой здесь больше не паркуется.